здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас такое видео не совсем обычного формата это новый для меня формат я никогда так не снимала поэтому пожалуйста будьте снисходительны если что-то вам не понравится или что-то будет как-то не очень технически хорошо сделано я просто хочу попробовать что-то новое интересное и я сегодня буду лицом за кадром то есть голосом за кадром что я редко делаю я обычно сижу в кадре своим лицом работаю так сказать вот но сегодня попробую по-другому я хочу показать мои украшения которые я покупала в магазинах секонд-хенда это не винтаж это не что-то такое ценное это просто вещь которые я вот я иногда захожу в секонд-хенд и с интересом разглядываю украшения лишь только потому что я понимаю что это как бы украшение которые можно найти только в единичном экземпляре как правило возможно это тоже когда-то было в масс-маркете но очень давно и с тех пор люди уже как бы поносили принесли издали вся конфет и вот в этом смысле как бы это украшение оригинальные и аутентичные я так сказала потому что вы не увидите их на каждом втором вот я решил сегодня вам показать у них не очень много но вот вы видите такая кучка и прежде чем я начну я хочу очень 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 извиниться за я буду тут руками показывать что-то у меня ногти в совершенно ужасающем состоянии потому что как вы знаете все еще закрыто и а у меня гель-лак и как это исправить самой на дому я если честно не знаю я пытаюсь найти в интернете какие-то советы ютюбе пока что не нашла ничего такого что-то для меня приемлемо вот поэтому пожалуйста простите меня и пожалуйста не обращайте на это внимание я хотела дождаться пока все откроется чтобы показывать вот эти вот украшения но бог ведь знает когда все откроется поэтому и будем сквозь пальцы смотреть на мои пальцы так скажем да все давайте будем смотреть вот это вот кучка я сейчас вам буду по очереди все пока первый лот это такая брошечка я вообще мало ношу брошки но иногда попадаются такие симпатичные экземпляры что я как бы покупаю их больше даже для коллекции чем для носки я пытаюсь как-то пристроить свою камеру чтобы было лучше видно чтобы был фокус потому что это новое для меня формат и выше не судите строго я тут подставила коробочку чтобы это было ближе и было ближе к камере было бы лучше видно брошечка очень такая смешная забавная если вы видите то сюжет здесь такой сюжет кот пытается выводить рыбку из аквариума и в качестве аквариума такая пластиковая думаю что это стекло пластиковый такой как кабошончик и в него встроена рыбка такая золотая вот вроде как аквариум там какие-то водоросли внизу вот сделан такой столик и кот который стоит на задних лапках и пытается эту рыбка вылететь но вы сами видите очень прикольная вещь такая знаете забавная сюжетные мне она нравится иногда я надеваю под настроение и в общем нравится она мне я увидела ее и не стала особо заморачиваться она там винтажная не винтажная естественно она не винтажная но она просто очень забавная мне понравилась еще одна такая милейшая вещица ну сумочка брошка сумочка тут я не смогла устоять потому что сумки это наше все и а тут брошка сумка плюс она не сумка сумочка она малюсенькая малюсенькая маханькая совсем но очень изящная очень симпатичная и вся вот этих розовых кристалликах ну как бы что же еще желать от брошки для девочки которые любят сумки и любят блестки и любят все блестящее такое знаете жизнерадостное и веселое ну в общем конечно я не удержалась тоже ее купила потому что она милейшая вещица и такая знаете забавная очень женственная такая игривая я бы сказала я обычно ношу ее знаете вот на что-то такое на джинсовую куртку вот что-то такое что как бы как бы уравновесить вот это мимимимимишная сумочная розовая кристальная милоту вот эту вот с чем-то более таким брутальным вот поэтому я как бы джинсовую куртку считаю что достаточно подходящий для нее фон следующая вещь это серьги они из такого знаете состаренного золота а внутри вот этот кабошон это как бы по-моему это стекло потому что вы знаете они довольно тяжелые если бы был пластик они были легенькие совсем и я хочу вам показать что они простите еще раз мои ногти как они выглядят сзади сзади тоже у них видите такой рисунок какой-то на граверовым вот интересная вещь и очень мне нравится они очень такие знаете они выглядят как старинные они конечно никакие не старинные я понимаю но выглядит они довольно эти вот это все так переливается стекляшечка это внутри симпатичные очень серьги выглядят как будто под винтажные под старину и в общем довольно такие универсальные с чем хочешь их можно носить они они очень такое знаете состаренное золото не яркое не блестящее золото такое немножко старинное вот ну обычно такая ксюлька в ухе не очень тяжелые но такие ощутимые по весу поэтому я думаю что это стекло следующие серьги это одни из моих любимых вы наверное меня видели в них я в них часто снимаюсь тоже они выглядят как будто под винтажный я тоже думаю что это не винтаж потому что никаких маркировок на них нету ничего нету и в общем все это было куплено ну за сущие там копейки типа доллар два три и так далее у них действительно такая знаете винтажно винтажная под старину такая форма и внутри вот этот камушек может быть на видео не видно он такой бордово-сиреневатый тоже такой не блестящий золото тоже как будто бы состаренные вокруг вот эти вот кристаллики белые они достаточно видны в ухе когда они на вас надеты они видны то есть они не то что совсем теряются они такого размера среднего размера они совсем не тяжелые очень удобные кстати очень удобная застежка я вам хочу показать посмотрите видите это очень-очень хорошая застежка она очень хорошо держится на ухе очень крепкая никогда ничего не падает и кстати я хочу сказать что обычно такие застежки делают на более каких-то дорогих вещах то есть вот предыдущие серьги они были они такой простой знаете такой проволочка загнутая в ухо вставляется это обычные вещи которые подешевле вещи подороже у них обычно застежка такая более более надежная более такая сложная поэтому я думаю что они в принципе были наверно может быть так они выглядят изнутри даже может быть какие-то они старинные не знаю выглядят они как будто они такие винтажно старинные я не думаю конечно видите ли я покупала в секонд-хенде и они там просто висели так на на стенде я думаю что люди которые в секонд-хенде продавцы и те кто принимают они тоже уже научились разбираться все вещи более-менее ценные у них лежат за прилавком под стеклом а эти так просто висели без всякого так сказать надзора поэтому я думаю что никакой ценности никакой старинности в них нет просто приятные симпатичные красивые серьги это две такие серебряные розочки усыпанные кристаллы обычные простые серьги я думаю что тоже они никакой ценности не представляют потому что вот это вот застежка душка такая очень дешевая простая по моему вот если я не ошибаюсь я не очень разбираюсь конечно но по моему вера вон у него вот это вот розочка такого под под вот такой вот фасончик вот тоже очень легкие простые обычные сережки симпатичные такие знаете приятные если нужно что-то под серебро вот какой-то подобрать и они тоже со всеми сочетаются в принципе я их ношу с удовольствием им очень много лет уже я их очень давно купила и до сих пор ношу с удовольствием до сих пор они мне надоели видимо в силу того что они такие простые без особых хитростей так сказать камней какие-то разноцветные поэтому они как по всему абсолютно всем подходит следующие серьги это как бы ну я и горжусь что я их нашла и купила потому что они очень необычные они очень оригинальные я даже не знаю если честно выглядит они как действительно какие-то какие-то старинные винтажные даже какие-то я бы сказала брендовые потому что сделано они довольно хорошо и вот эти вот цветные камушки в них это либо камушки либо стекло точно не пластик потому что я когда стучу вот ими друг от друга они такой звук издают сейчас я попробую продемонстрировать вы слышите то есть я небольшой эксперт конечно но насколько я знаю пластик от стекла или от камня можно отличить по звуку и по весу и по тактильным ощущениям камень обычно холодный стекло обычно холодная а пластик обычно теплый легкий и вот когда стучишь по нему друг от друга или стучишь чем-то металлическим по нему то он издает такой глухой звук а камень и стекло они более такие ну как бы звонкий звук понимаете я как-то не очень разбираюсь но я насколько я знаю но суть не в этом на самом деле я этих покупала что они красивые мне понравились они какого-то такого знаете скидского золота типа фасон никаких на них нет отметим никаких на них нету клеем не знаю какой-то бренд откуда они что с ними но я тоже очень люблю нашу с удовольствием это они обычно такие гвоздики вставляются в ухо сейчас я вам покажу видите вот обычный гвоздик но по своей красоте и по универсальности поскольку у них так несколько цветов они очень подходят очень много к чему и золото опять же такое знаете не блестящее такое вот дешевое такое кутоматовое такое золото ну в общем не на были тоните серьги как что-то такое эдакое ну в принципе конечно стоили они 2 доллара я не думаю что это что-то эдакое но хотя бы вид вид делают как будто бы то есть я понимаю что нет их небольшой ценности но выглядят они как какие-то такие дорогие достаточно такие красивые этажные серьги так серьгами и с брошками мы разобрались переходим к бусам первые бусы которые я вам хочу показать это такие видите круглые бусины серо серо-белые черно-серо-белые с серебряными вставками металлическими и я тоже думаю что это камень потому что по ощущениям она достаточно холодный такой холодный камень весомый такой я чувствую на шее когда они на мне надеты и по звуку когда я вот стучу ими друг от друга сейчас я продемонстрирую слышите да то есть я думаю что это либо камень либо стекло именно потому что они холодные и они тяжелые и вот этот вот звук возможно стекло ну вообще по ощущениям это больше камень потому что он такой не знаю очень холодные всегда на на вешалке меня их снимаю на себя вешаю я всегда чувствую холд такой знаете у них кстати очень интересная застежка сейчас я вам покажу магнитик такой видите просто так надо хорошо дернуть и он так разлипается и потом оп и складывается и у них здесь есть какой-то вот такая пластиковая висюлина с какими-то буквами вот у них на на застежке еще есть такая вот пластиковая висюлька с какими-то буквами которые что-то обозначают я не знаю на мой взгляд здесь написано k g g s я сейчас думала что это килограммы и что такое я не знаю что такое k g g s я как-то вверх ногами положила сейчас вот так лучше видите ну я не специалист и не знаток и ничего не понимаю в этом если кто-то знает напишите мне что это означает это какой-то бренд или что это я никогда не встречала такого я не знаю может быть какой-то залетный не канадский не американский поэтому я с знакома но быв красивые очень элегантные строки очень много к чему подходят такие знаете нейтральные такие вот эти серебряные геометрические вот кольца и такой вот длинный овал как бы кривой ну то есть вот ведь они симметричные очень интересные причем этот металл он такой видите гнутый битый не гладкий неровный опять же наверно ценности большая не представляет следующие бусы такие очень просто простые простенькие это знаете сочетание жемчужин ну искусственно конечно настоящий и такой черного черный такой бусины плоской обрамленный в золотом металле две нитки они такие вот может быть так лучше видно до черная бусина такая плоская жемчужинка кругленькая обычные такие ничего особенно миленькие приятные очень такие скромные дополняют черно-белые образы немножко такие в стиле старомодных пятидесятых-шестидесятых мне так кажется в этом случае обычные бусы ничего особенного приятные и милые так две пары бус ну я думаю что большинство моих зрительниц которые примерно так моего возраста они их узнали я не знаю конечно откуда они приехали в канаду я очень подозреваю что из бывшего советского союза потому что в одно время эти бусы были вообще ну пик на пике моды и для меня лично это это винтаж вот знаете мне они напоминают мою молодость 80-е конец 80-х начала 90-х даже скорее конец 80-х потому что в начале 90-х мы уже уехали из советского союза поэтому скорее всего это конец 80-х определением винтажности по моим винтажная вещь это считается вещь который больше 20 лет или 30 лет но если это конец 80-х то им уже вот за 30 этим бусом так что я смело могу их назвать винтажными хотя конечно в общем вы понимаете что я шучу вот вы все помните конечно вот эти вот было миллион разных бус из натуральных камушков осколков которые собирались вот такие нитки они были всех цветов всех камней вот одна нитка это такие разноцветные из разных камней а вторая вот эта зеленая нефрит наверное не знаю здесь всякие всяческие разнообразные ценности конечно они тоже никакой не представляют для меня не какую-то такую знаете вызвали у меня такую волну ностальгии которая ну в общем захотелось мне принести домой оставить у себя потому что у меня когда-то были такого типа бусы они нам всех были в бывшем советском союзе но при переездах и перевозках они куда-то задевались на то я кому-то их отдала не то что поскольку они абсолютно вышли из моды и как бы считалось каким-то таким маветоном даже таких носить ну а сейчас здесь как в канаде никто не знает на самом деле их происхождение никаких ассоциаций не вызывают ни у кого кроме как то что это вот какие-то камушки разноцветные натуральные в принципе так выглядит достаточно весело и живенько я обычно так и нашу вот две нитки вместе зависит от того с какой одежды поэтому зависит от какой одежды и кстати в прошлом прошлом сезоне я купила в зале серьги которые удивительно подходят к этим одним из этих бус я сейчас покажу секунду вы только посмотрите только посмотрите я когда их увидела я подумала о я же их могу сочетать прекрасно вместе такое летнее разноцветное прекрасное знаете сочетание то есть вот серьги тоже не правда есть жемчужинки которых нету на бусах ничего в принципе нормально я думаю а так вот эти вот маленькие камушки и вот эти вот бусы внутри которые разноцветные они просто так вот на удивление подходят друг другу и просто действительно на что-то летнее платье сарафанчик и так далее выглядит просто прелестно очень их люблю нашу вместе надеюсь что буду носить этим летом все надеемся на лето ну не будем о грустном поехали дальше бусы они очень красивые но очень неудобные я на самом деле вот прежде чем начал снимать наверное минут пять их раскладывала я конечно польстилась на их красоту неземную сильно очень красиво это три нитки такие тоже из такого состаренного золота такая цепочки такие нежные и на каждой из них висят такие знаете как подвески сделанные с очень красивыми камушками вот видите тут такой сиреневатый это такой синеватый камушек очень тоже выглядит как старинный и просто знаете имеет такой старинно винтажный вайб на это на это я купилась но проблема с ними в том что вот так же каких из раскладывала чтобы снять то есть также нужно на себе раскладывать чтобы вот эти камни все эти подвески не ворочались не крутились не переворачиваясь изнанкой и вот так вот разложивших на себя одевшие но вы когда выходите куда-то и начинаете двигаться все это вот переворачивается ну в общем как бы они выглядят красиво статичном состоянии когда не просто вот так вот лежат когда они нам не надеты это довольно как бы ну они неудобные короче вся красота как куда-то уходит потому что они крутятся верстятся и все подвески переворачиваются в общем ну не очень они практичные но за красоту неземную я их полюбила купила и храню потому что вот все думаю может я что-нибудь придумаю как-нибудь может я эти подвески сниму и как-нибудь сделаю их с них какой-то другой как-то по-другому их повешиваю сделаю может быть не три нитки одну или сделаю какие-то серьги из них или сделаю из них как будто браслет в общем ну вот храню хотя на самом деле ценности тоже не конечно какой нету ну такой вайп винтажный у них потрясающе я сейчас вам попробую поближе показать в центре здесь такая видите подвеска с таким камушком из сиреневато-серым типа лунный камень или что-то такое и он весь обрамлен кристалликами белыми точно так же вот эти вот маленькие каждый из них имеет вот такую вот такую же форму как капельку такой с таким красивым кристалл внутри еще один еще один вид подвесок у них вот такой вот с таким синеньким камушком какой-то филигранный металл вокруг ну в общем очень приятный симпатичный но трудно ведь и вот я их так взяла и они уже все смешались и в общем ну короче с ними много работы надо производить прежде чем их надеть на себя и последние бусы это как я их сама называю бусы папуаса я как бы в эмоциях купила увидела цветное красивое разноцветное много такой все яркие цвета но на самом деле они сделаны из дерева и металла это настоящее дерево вот эти вот бусины они деревянные вот эти все пластиночки тоже они деревянные как какой-то металл тоже конечно привезли на откуда-то наверное ценности никакой в них нету но они очень прикольные и опять же на лето красота вот знаете они такие летние яркие с чем-то ну с чем угодно их можно носить я их тоже ношу с удовольствием опять же они у них столько цветов что они подходят очень много моей одежды как я называю piece of art это что что не представляет особой ценности но они просто вот знаете они очень необычные я ни на ком больше такого не видела и вряд ли увижу потому что этот явно какая-то единичная единичный продукт который я не знаю откуда взялся в канаде возможно из африки потому что здесь много людей откуда угодно приезжают привозят свои вещи но не знаю не суть просто они действительно выглядят очень симпатично и так необычно и знаете стиль этнический хотите одеться летом к нему очень хорошо подошли к этим бусам такие деревянные большие браслеты но у меня таких нету я поищу конечно искала и хотела найти в общем не нашла пока все это был последний лот я надеюсь что вам понравилось я надеюсь что вы с удовольствием это посмотрели находки из секонд-хенда никакой ценности которые не представляет мне не нравится они симпатичные вещи красивые необычные такие нет неординарные я бы сказала вот если вам понравилось поставьте лайк подписывайтесь на мой канал буду очень вам рада если вам понравится могу продолжать видео такого же плана у меня есть разные украшения не обязательно секонд-хенда я могу показывать свои другие украшения напишите мне что вам понравилось хотите ли вы продолжение таких съемок всего доброго люблю целую увидимся в следующем видео пока пока